На нашем сайте была выпущена недавно статья, что в нашем городе ходят слухи о том, что ходит мужчина, который в капюшоне душит женщин. Мы обратились к вашему сотруднику, который ответил на несколько наших вопросов. И под этой статьей появились комментарии, опровергающие полностью все то, что сказал сотрудник вашего городела. Скажите, пожалуйста, вот вы читали эту статью? Я лично читал эту статью. Меня, конечно, это сильно обескуражило, потому что я тоже являюсь жителем города Южного. Пускай короткое время, но на данный момент моя семья находится тоже здесь. Младший сын ходит тоже в школу, ходит по улицам города Южного. Я могу сказать, как бы сказать от души, чтобы не кривить душой. Меня поразила эта статья и мнение, комментарии тех читателей, которые выражались по поводу той статьи, которая была выложена в интернете, на вашем сайте. Мое личное мнение. Естественно, допускать такого нельзя, и мы не допустим. По поводу того комментария, что там у нас появился маньяк, я могу сказать с уверенностью, что как такового лица этого нет. Это может быть единичный случай, который мы, естественно, оперативным путем будем раскрывать. Потому что рассмотрев и проанализировал четыре факта, которые приблизительно где-то в чем-то похожи, но серийности там нету, потому что все факты разные. По одному факту, так как у нас по комментариям излагалось и то, что вы сказали, это случаи в школе, по этим случаям уже лицо нами установлено и проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По поводу того, что он являлся или является работником милиции, я могу сказать, много не рассказывать в оперативном подсознании, а могу сказать, что того лицо, которое мы подозреваем, он был ранее сотрудником милиции, но проживает не в городе Южном, а проживает в городе Одессе. В принципе, дальше в этом раскладе уже в ходе далее оперативно-розыскных мероприятий, когда мы его задержим, когда проведем полностью, как бы сказать, следственные действия, я надеюсь, что у нас будет еще встреча и более подробнее я расскажу и изложу всю информацию, которая доказывала боевую виновность к тому случаю. Из ваших слов следует, что это один и тот же человек, судя по всему, вы так просто отвечаете, что это тот человек, который нападал в школе и этот человек, который теперь есть между ними связь? Нет, нет, я сказал, что серийности здесь нету и каждый случай, вот четыре факта, то, что я сказал, зарегистрировано, это совсем, как бы анализируя данные материалы, то, что я пересмотрел, все данные происшествия внесены до единой ЕРС, до судовых расследований и проводится расследование. То есть, как раньше по старому уголовно-процессуальному кодексу это возбуждалось уголовное дело, а согласно новому УПК, это криминальные проваджения. Это то же самое, только немножко в другом ракурсе, по-новому. В нашей статье была информация от вашего сотрудника о том, что 22 ноября 2013 года дело о этом школьном человеке, который в школу приходил, был у себя неадекватно, закрыто. Это правда? Было такое, да, не буду опровергать, было закрыто, но это взято на контроль, я рассмотрел это все, дело возобновлено и будут проводиться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Мы собрали информацию по поводу того, что происходило на самом деле, и очень многие, прочитавшие наши постоянные читатели эту статью, возмущены тем, что сотрудник вашего отдела сказал, что люди, имеющие отношения, бывшие свидетели по этому закрытому делу, да, они отказались от своих показаний. Правда ли это или нет? Потому что они утверждают, что они этого не делали, от своих показаний никто не отказывался, и их никто к этому не склонял. Они вообще первый раз-то прочли на нашей странице. Ну, прокомментировать то, что высказал сам мой сотрудник, я могу сказать, как бы и не в защиту, и не защищая его, ну, и, как бы сказать, и с другой стороны защищая. Человек, ну, то есть мой сотрудник, который высказывал эти комментарии, он буквально недавно работает в нашем отделе, может быть, в каких-то вопросах некомпетентен, не подготовился, то есть я за него приношу свои извинения, то есть, что некомпетентно ответил на те или иные вопросы. В дальнейшем, я думаю, что мы будем сотрудничать, и я более буду разумительно отвечать на те или другие поставленные вопросы. Еще есть одна потерпевшая Людмила, которая, ей 60 лет, она на Новобилярской, 28, живет. Это было первого, или первого или второго ноября, она уже точно не помнит, на нее напал этот мужчина. Все они описывают одного и того же человека, внешне абсолютно одинаков, по их мнению, хотя лица они его точно не видели, но так визуально похоже. Она рассказала о том, что на следующий день она пошла в милицию, и ее здесь не приняли, просто, ну, как-то к ней не очень хорошо отнеслись. Вот как вы можете расценить такую вот ситуацию, что вы можете сказать по этому поводу? Возможно ли вообще такое? Ну, я могу сказать, что у нас есть регистрация по Новобилярской, 28. Я не буду говорить фамилию данного человека. Это и есть у нас регистрация, если это касается именно той Людмилы. Да, 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 думаю, что... Но я могу прокомментировать данную ситуацию, изучив эти материалы, я могу сказать, что по описанию данных лиц, которые были в первом случае, там Лиля у нас потерпевшая, да, то там она описывает человека в капюшоне, который якобы ее пытался там удушить. И дает немножко, как бы сказать, описание человека, метр семьдесят пять, метр восемьдесят рост плотного такого телосложения. В другом случае это все происходило, как бы сказать, днем, там, где у нас Людмила, если учитывать, что это этот факт. То там, если изучив материалы, я просто анализирую эту ситуацию из написанного в этих материалах, я могу сказать, что там немножко не сходится то, что они говорят. Может быть, они не все изложили это, ну, как бы в написанных заявлениях, то я прошу прийти ко мне, и мы более уточним те факты, которые, или там описание того человека, который был. Потому что ту ситуацию, что была на Новобелярской, 28, она пришла там за внучкой, которая учится, это тот факт. Ну, про внучку она мне лично не говорила ничего. Ну, 55-го года рождения, около шестьдесят лет. Значит, мы говорим о том же факте. Да, да, да. И когда она подходила, то есть проходила во дворе, где припаркованы машины, да, якобы почувствовала, что за ней шел какой-то человек. Описывает его роба, написано еще, сзади было что-то, ну, это из материалов, я уже так рассказываю. Роба, в чем ходят у нас обслуживающие коммунальщики, там, или еще, и описывает там рыжеволосый человек, русый волос. Не помнит, помнит или не помнит, были ли очки. Но я не буду дальше рассказывать, но потом, что я проанализировал и прочитал описание той и другой потерпевшей. В первом случае там нападение было, во втором случае она испугалась, подбежала к второму корпусу, где сидел мужчина, курил сигарету. Этот мужчина якобы походил, подошел к мужчине, который сидел на лавочке, попросил закурить и ушел. То есть, как такового, рассматривая и анализируя материалы, там какого-то физического воздействия на нее не было. То есть, она подумала, то есть, восприняла, что есть угроза. Но для уточнения описания человека я попрошу подойти ко мне лично, и мы более уточним на совпадение того и другого факта. Александр Иванович, что Вы можете сказать нашим читателям, но и потенциальным зрителям в отношении всей этой истории, как-то их обнадежить? Как-то вот, что можно им сказать? Потому что они волнуются, переживают вечером, ходить страшно, женщинам особенно. Баллончики начали покупать. Как нам себя вести? Это я читал тоже в комментариях. Покупайте баллончики. Да, что нам делать? Покупать или не покупать баллончики? Как вообще? Ну, единственное, я могу сказать и заверить всех граждан Южного, что милиция не в стороне, и на каждые такие эпизоды будет реагировать. Просьба одна сообщать это чем быстрее, то есть, после произошедшего. Но мы не будем этого допускать, потому что профилактическая работа в любом случае идет, и там вспоминались видеокамеры. В видеокамеры все это у нас просматривается, и все работает в городе Южном. Там такого нету, что там описывалось в комментариях, что уже не работает там и видеофиксация, никто этим не занимается. Я могу сказать по видеофиксации, что она усовершенствуется, то есть, модернизируется в лучшем направлении, чтобы мы более могли пользоваться этой видеотехникой. Потому что, как бы сказать, мир у нас не стоит на месте, и все усовершенствуется. Стоит этот вопрос только в Южном, что усовершенствование этой видеофиксации. Ну, а по поводу этих фактов, конечно, мы разберемся. Я беру, могу уверить, я беру его на контроль, уже взял на контроль. И по каждому случаю, в дальнейшем, когда у нас будет следующая встреча, я более детально расскажу до того времени. А я думаю, что оно надолго мы затягивать не будем. Уже будут какие-то выводы, они у нас есть, но, как бы сказать, их надо немножко доработать, чтобы уже говорить с уверенностью, что все есть. По всем этим четырем фактам я могу сказать, что двух этих, что мы вспоминали, два факта, что мы еще, я могу с уверенностью сказать, не скрывая, не кривяя душой, пока мы разбираемся, то есть проводим оперативные поисковые мероприятия с целью установления данных граждан. А по двоим остальным лица у нас установлены, проводятся уже оперативно-следственные мероприятия.